добрый вечер это программа дилетант и вот в качестве дилетанта выступая виталий дымарский мои гости которые вам сразу представлю это профессионалы кандидат исторических наук научный сотрудник института всеобщей истории российской академии наук андрей метрофанов добрый вечер и николай узков редакционный директор журнала forbes но кандидат исторических наук добрый вечер мы продолжаем с журналом дилетант из программы дилетант путешествие по истории по самым темным коридором тропам этой истории выходим на те или иные улицы лучше или хуже освещенная вот сегодня у нас в программе французской революции ни много ни мало знаете перед тем как начать обсуждение этого явления которое вошло конечно не только во французском и в мировую историю я позволю себе одну минуту забрать на себя где-то в 60 70-е годы я помню очень хорошо очень популярной книги книга в серии пламенные революционеры евангелие от робеспьера его автор анатолий гладилин известный довольно в свое время советский писатель недавно ушедшие жизни прошлом году живший последний там 30 лет в париже рассказывал что собственно говоря вот это вот 70-е годы это было иносказанием такое да то есть говоря о робеспьере он фактически он был быть и мы же не могли писать это об октябрьской революции нашего революции мы писали через французскую революцию описывает свою революцию поскольку напрямую такое такие такого рода вещи говорить было нельзя а вот о французской революции через французскую революцию это можно было сказать я к это говорю что французская революция вот через французскую революцию вот на протяжении уже сколько времени действительно пытаются историки и публицисты и политики кстати говоря вот как-то реагировать на актуальность да вот сейчас в наше время вообще слова революция модно вроде как бы вода проходит и революции уже не говорят и соответственно там снимают фильмы пишут книги о революции о французской революции уже с каким-то с где-то уже в подсознании в подкорки уже где-то вот у наших во всех случаях мне кажется авторов должно быть а как говорить о революции сегодня вот как бы вы как редакционный директор как бы вы андрей как ученый историк как бы вы сегодня написали о французской революции или сказали во французской революции и учитывали ли вы бы сегодня нынешнюю актуальную конъюнктуру политическую и общественно при высказывании своего отношения так или иначе к этой революции сложный какой-то такой сложно сочиненный я бы сказал вопрос но я думаю что вы поняли о чем значение французской революции же заключается в том что в общем современное общество родилось наверное в 1789 году и это было громадное потрясение там не только для франции но и для всей европы там общественная мысль которая эпоха просвещения которая готовила французскую революцию ее идеологию она практически уже сделала лозунги революции общим местом до еще на выступление революции мы знаем что екатерина вторая себя называла республиканкой например да в россии и разделяла идеи тех кто потом соответственно приведут короля на эшафот то есть это фридрих второй да в русский тоже был в общем ультерианцем как мы знаем многие люди разделяли эти идеи они стали общим местом и в результате революции родилась собственно современная европа потому что идеологически она строилась вокруг лозунгов революции и вокруг декларации на человеке гражданине на вокруг идеи просветителей и потом наполеоновские войны собственно они идеи революции то есть делали когда семья получается что рождение всего нового и прогрессивного возможно или исключительно возможно только через кровь не всегда это был тот период времени когда наверное насильственное свержение государственного строя считалось нормальным естественным да то есть нужно было восстановить естественные права нации узурпированные королем узурпированные аристократии духовенства так далее общество которое сложилось после французской революции все-таки шло к тому что любые конфликты после восстановления естественных прав нужно решать в парламенте до в процессе дискуссии и французская революция это я бы сказал последняя легитимная революция наверное в истории потому что все революции гонорист революцию но она действительно смела старый порядок она создала новое общество очень смело создала и это общество обладает институтами в которых теоретически общественные изменения и должны происходить ну хожу это мнение было николая узкова как я понимаю который позитивно оценивает французскую революцию как вот прародительница современного общества андрей андрей метров да вы знаете ну действительно вопрос такой комплексный непростой я бы хотел начать с того момента как писать историю революции потому что несмотря на то что прошло действительно столько времени и уже миновал 200-летний юбилей революции который был широко отмечаем не только во франции в общем во всем мире и советском союзе он принес очень интересные результаты и уже тогда на рубеже 80-х 90-х годов еще в советском союзе стало понятно что изучать французскую революцию также как 80-е и 70-е уже больше не будут никогда а почему потому что здесь было несколько традиций несколько таких традиционных линий по которым изучали революцию скажем 19 веке здесь была и романтическая линия здесь было изучение очень массированной политической истории революции труды выходили каждые 15 лет и здесь можно называть блестящие имена алексиса таквили эдгара кене и полито тена и таких имен французской историографии знает очень много но сегодня мы прекрасно понимаем что все это памятники исторической мысли и даже гипотезы и дискуссии которые разворачивались и были не только историческим это были политические дискуссии о французской революции в начале 20 века между валаром матьезом сегодня их мало кто помнит из рядовых читателей и эти труды на русский язык кстати говоря в общем не переводит да что что надо сказать и мы понимаем что на самом деле 20 век это было изучение в основном истории народа из той народной истории революции под влиянием марксизма безусловно здесь я даже не буду останавливаться на каких-то конкретных именах но совершенно очевидно что эти тенденции они дали свой очень мощный результат как раз где-то примерно 200 летию французской революции и на ниве лингвистического поворота во многом который в общем с 80-х годов можно сказать происходил на западе сегодня мы видим что наши коллеги да и мы тоже в россии все кто занимается историей французской революции переключаемся на те темы которые раньше были менее интересны это история контрреволюционных каких-то событий это история французской эмиграции за рубежом не только в россии эта история образов других им агология и кроме того это в целом поворот вправо поворот вправо от каких-то левых идей каких-то левых сюжетов связанных социалистической историей французской революции вот к таким сюжетам которые мы условно называем правдами знаете франция которая тоже в общем-то знаю так не с точки зрения ученого с точки человека который там прожил какое-то время я может даже соглашусь про францию говорят про политику французскую что во франции самый правый все равно левый вот это левизна который кстати говоря недавно и и вспомнили ну во первых связи там желтыми жилетами конечно но даже в связи с пожаром нотр-дам все говоришь вот вам ребята там многие наши наши отечественные российские политики писали своих инстаграмах в соцсетях вот вам типа ребята за ваши все эти левые левацкие настроения там включаете желтых жилетов так вот эти вот вот это вот левачество хотя там на самом деле больше этатизма наверное такого государственничества чем левачество но тем не менее это тоже порождение французской революции или французская революция уже выросла из каких-то вот этих вот говоря современным языком левых настроений тогда так не говорили которые породило французское общество еще предваряя революции мне кажется что наверное есть что-то в лесу лицом национальном характере французов наверное есть какая-то тяга к справедливости да но очевидно что французская революция была следствием тяги к справедливости все-таки франция 18 века являла конечно фантастический контраст богатство и бедности нищеты даже особенно революции это известно путешествовали не урожай экономический кризис тяжелый и конечно те идеи которые сформировались в 80-е годы 90-е годы 18 века они пронизаны идеалами справедливости равенства и братства я думаю для французов это часть конечно такого днк нации потому что все-таки там не только мировой порядок сложился после французской революции совершенно новый но и французская нация стала нацией да мы помним как генеральные штаты провозгласили себя национальным собранием и собственно объявили францию нации впервые собственно это слово стало частью политического лексикона нового времени да не сословие не король не аристократия не духовенство а нация да мы нация да и с нами и нас с нами надо считаться мне кажется что вот это днк франции конечно с тех пор и многие революции во франции которые случились позже они так или иначе возвращали к идеям справедливости сформулированными я сейчас вам задам тоже вопрос но я хочу просто в продолжение еще николая один вопрос задать то что мы все время ищем какие-то параллельные а как вы считаете в российском обществе такой же такой сходный днк ну надо сказать что просто тот режим который родился после революции семнадцатого года он конечно гораздо более трагический чем режим нет днк не 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 родился 17 но я мне кажется мы мы настолько по-другому относимся к революции мы скорее и боимся потому что в россии революция практически не дала никаких позитивных результатов она ассоциироваться с чудовищными потрясениями последующих времен и мне кажется что мы скорее боимся повторения революции чем обжествляемые и для французов все-таки несмотря на разворот вправо я согласен что действительно современных оценках много симпатии на стороне старого режима но все-таки даже не симпатии а уважение что более уважительное отношение к старому режиму чем было прежде принято мне кажется вот в россии даже не нужен этот поворот вправо мне кажется русские массе своей революции бояться не хотят и готовы терпеть любой даже самый несправедливый еще 10 но есть один нюанс который очень часто выпадает все-таки хотя сейчас нам уже объявили что у нас одна революция была великая российская или русская как это назвали да но кстати руководитель вашего института чубарьян по главе этих работ да по созданию конец концепции я помню там и прежде всего шеститом на всемирной истории но да ну ну делал не в этом вот такая революция революция то в февральская скажу вы будете боитесь революции боимся имея ввиду октябрь и конечно да потому февральская революция была по революционным меркам довольно мирная и не очень просто ножи по французски даже и даже к нашего короля император николая 2 никто там не собирался но мы по истории французской революции знаем да что революцию революции точку ставит бонапарт да такой условно уже бонапарт в россии это был сталин да он поставил точку в этой революции не совсем ну есть разные версии на этот но так или иначе здесь есть сходство да я бы я прячу все аналоги бессмысленны но тем не менее мы этим занимаемся и пандан хотел бы добавить или сказать что на самом деле очень многие историки 19 веке ну и 20 естественно продолжают французскую революцию до 1815 года ни много ни мало из чего они исходят они исходят наполеона да да от ирлова они исходят из того что по сути дела те социально-экономические процессы которые послужили базы для саму самой французской революции 80-х годах то есть глубочайший экономический кризис долговой налоговый кризис финансовый культурные сдвиги все это она никуда не исчезла и в 19 веке начале 19 века пришедший к власти военный диктатор наполеон бонапарт он просто призван был закрепить достижение французской революции закрепить институциональные какие-то сдвиги произошедшие но при этом сохранить режим управления потому что совершенно очевидно что предшествующий режим как мы знаем как режим директории был не способен со своей политики качелей удержать власть долгое время в своих руках и собственно это подтверждалось каждый год снова государственным переворотом с приходом к власти наполеона стабилизация действительно произошла но за счет чего за счет того что действительно продолжением реальной французской революции становятся революционные войны только они поддерживают структуру вот этих всех продолжающихся событий и самое интересное что в пользу вот этой гипотезы такой достаточно известной о том что завершение революции это не падение французской республики в 1804 году и создание империи а именно 15 год это события 100 дней наполеона когда он триумфально возвращается с острова эльба возвращается к власти людовик 18 бежит и мы понимаем что это подлинно народная революционная вспышка очередного революционного активизма причем здесь участвует активно армия участвуют активно многие социальные среды и такого себя представить например ну начале 19 1 год 19 века было совершенно невозможно именно в 1815 году после крайне неудачных событий 1814 года вот вдруг происходит то что происходит но таким образом очень многие авторы продлевают саму революцию смысл дает потому что действительно революционные войны закрепили очень многие достижения собственно франции и сделали их общим местом в европе но с другой стороны мы же понимаем что что собственно переход власти к монапарту он остановил то движение революции которая собственно порождала вот эти новации да то есть новации прекратились а он поставил точку и было сказано вот это мы берем все остальное нас не интересует условно говоря мы в новый мир берем в том числе католицизм мы в новый мир берем аристократию да в том числе да но в другой упаковке в новую упаковку то есть республиканская историю стал писать не народ ее стал писать один человек и реализовывать свое видение в этом как мне кажется есть вот смысл того что я говорил даже точку все-таки поставил человек не народ человек да и бонапарт конкретный политик который так использовал результаты революции и выбрал из этих результатов то что ему импонировал и казалось надежным фундаментом нового режима он не хочу кому-то говорила современной россии ну теоретически если мы проводить параллель наверно да путин это своего рода . в революции 90-х годов да и опять ну наверное так устроен вообще общественный процесс да то есть большой общественный взрыв да и общество в процессе начинает самоорганизовываться и приходить к какому-то компромиссу и какие-то так сказать достижения революции общество согласно использовать их в будущем от каких-то там крайности например она отказывается обязательно ли но можно по-разному называть этого человека но вот этот вот самый человек диктатор или или человек ставящий точку это обязательный аксессуар плохо атрибут революции любой но по крайней мере если мы говорим о французской революции то она была одержима буквально одержимы все деятели вот этим мыслью завершить революцию ведь вспомним 1790 91 год когда людовик 16 еще не бежал из парижа варен когда его по авторитет еще достаточно высок и все считали что это действительно отец народа благодетель и все ждали от него что оставит то что вот вот уже ставят точку принятие конституции считалось тем моментом когда и произойдет наступление счастья и благоденствия для всей франции конечно не республики монархии и второй персонаж который всплывает связи с этим это конечно не безызвестный максимилиан арбеспир который так или иначе больше года возглавлял комитет общественного спасения и при этом никто никогда не говорит о том что процесс который руководил собственно вот комитет общественного спасения в эпоху террора что это хоть хоть какой-то степени претендовала на завершимость потому что но если мы говорим о наполеоне о директории то здесь по крайней мере понятно что возникает конституционный режим конституции 3 года 1695 года или гражданский кодекс понятно тоже некие отправные моменты а вот с эпохой террора здесь все не так просто ну все-таки нужен обязательно вот этот человек ставящий точку кто поставил . вы согласны с узком что наполеон поставил точку в революции ну наверное можно согласиться с тем что он был он попытался это сделать и у него во многом это получилось но по-видимому все-таки так получилось не до конца потому что весь девятнадцатый век францию трясло и понятно что не завершенность а завершенность процессов до у последующих событий были свои причины в том числе крайне не харизматичные там политики находившиеся в власти военные поражения но очевидно что не завершенность процессов какая-то была да что значительная часть общества чувствовала неудовлетворенность результатами революции и хотела довести их до конца но в конечном итоге как мне кажется все равно все закончилось компромиссом нельзя сказать что последующие революции были успешны успешность тут труд трудно проводить параллели успешно фире валют и потом слишком разные были обстоятельства ведь теория обстоятельства пуха революции известная они часто пробегают историки и литераторы когда например объясняет великий террор часто объясняют его простыми политическими обстоятельствами о том что нужно было радикализировать ситуацию побеждала эта ситуация каждый раз именно та группировка политиков готова была была наиболее радикально наиболее ожесточенной вот из этого вы вытекал собственно тот самый великий террор а если сравнивать революции 1830 1848 года например то они ни в какое сравнение конечно не идут с событиями 1789 года ни по своим масштабам ни по своим причинам все-таки это больше верхушечные события которые были связаны столичные да да безусловно разворачивался не стану в париже у тебя кстати хотел задать вопрос вам на эту тему по поводу вот верхушечных всех процессов роль народа который столько говорят и в нашей революции не только в нашей в чем она тогда состояла и в чем она вообще состоится в революции насколько вы насколько эти революционеры более радикальные или менее радикальные насколько они ну то что они как они себя считали это ладно насколько они объективно были выразительными действительно там чаянии вы если говорить уж банально до чаянии там интересов народных масс но я думаю что конечно они как любые политики они используют общественные настроения да как они их используют это уже их личное дело да в основном используют конечно себе на благо да то есть они добиваются большей власти влияния создают вокруг себя новую элиту страны и тут можно там спорить не спорить были ли Робеспьер там дантон другие деятели революции выразителями своей воли или воли народа я думаю что все таки своей воли мы мне кажется всегда действуем в собственных прежде всего интересах и а те кто действует в интересах народа редко достигают значительных политических позиций идеалисты у власти находятся крайне редко мне кажется что народ в любом случае он неизбежный драйвер любого крупного общественного потрясения но далеко не всегда он выгодоприобретатель да кто там выгодоприобретатель это вообще безусловно любая революция задает новую элиту конечно создает новую элиту она она другая по составу она более демократичная она по-видимому лучше отражает состояние общества его потребности даже просто его социологический портрет да если мы посмотрим на людей которые пришли к власти после 1789 года конечно это третье сословие прежде всего там были аристократы дворяне но они составляли незначительное меньшинство в основном это люди которые представляли большинство очевидно то же самое произошло и во время русской эволюции конечно же андрей ваше мнение ну я бы хотел обратить внимание на такой интересный хронологический аспект потому что мы когда говорим о вот хронологии революции там тоже он заканчивается 1515 году тем не менее эпоха народной активности народного активизма она не была такой уж продолжительный ну не совсем вот если говорить о событиях 14 июля 1689 года то мы понимаем что это ну как бы есть слово такой гетерономии я не знаю можно ли его приметили другой какой-то что это общем ошибка потому что события французской революции начались не в париже они начались провинции в дефине 1888 году когда все то же самое происходило в миниатюре знаменитый день черепиц откуда пошла политическая карьера будущего маршала бернадотта и так далее там подобное а проблемы у франции были те же самые восемьдесят восьмом году и восемьдесят седьмом году и восемьдесят девятом но народный активизм если мы берем за его начало вот восемьдесят восьмой год например исходим из провинциальных данных то он продолжался до восстания в эндемьере третьего года то есть это 1795 год когда массовое восстание парижан против национального конвента между прочим который принимает новую конституцию и объявляет закон о двух третях то есть о том что сами депутаты сохраняют себе политические места и посты в новом руководстве франции при директории вот этот массовый массовая вспышка восстания она была те жестоко подавлено и мы знаем что именно в эти события генералом ван демьером прозвали будущего наполеона бонапарта вот этот небольшой период получается где-то 6 с небольшим лет а все весь остальной период революционных событий до и после он лишён народного активности он не подвергнет при подкреплены тем практически 6 лет не так мало слушать ну может быть эту активность наполеон как раз и переплавил экспансионизм потому что за революционные войны да он дал он ждал молодежи чем заняться что революция она чем хороша да то есть реализуешь свою энергию чем она плоха ты в принципе так долго жить не может уж тебе надо кормить семью там и прочее то есть можно выйти на улицу убунтовать в конечном итоге надо что-то есть а революционные войны это возможность участвовать большом общественном событии но при этом получать жалования и и военные трофеи мне кажется что это был вот способ способ канализации этой энергии огромной а французская революция была обращена исключительно во внутрь франции исключительно на саму себя не было амбиции я бы сказал выйти за пределы и вынести эти идеи за пределы франции были но это довольно такой долгий разговор потому что самого начала родились идеи во первых присоединить к франции те территории которые к ней не при этом не относились юридически такие как авиньон такие как савойя рядом находящиеся франкоязычная да и так дали там по-другому департамент потом возникает вопрос о бельгии который будет кстати присоединять тоже успешно в 1993 году первый раз и эти вопросы часто возникали но если на первом этапе речь шла о присоединении территории к франции и создание дополнительных департаментов то впоследствии с 1794 95 года речь идет о создании дочерних республик или еще их называют братские республики да вот но вот тех тех политических систем которые с точностью до миллиметра старались копировать парижские порядки и переносить к себе все включая конституционные режимы как варшавский договор ну в какой-то степени мировая революция были больные большевистки по другим причинам это это было да это было это было то есть это они это и это была идея или как очень часто бывает наше время это такое с помощью ну как мы сейчас говорим внешней политики решать какие-то внутренние вещи искать внешнего врага там и так далее и тому подобное и так и так не случайно самому таким интересным экс интересным примером когда мы говорим о падении гикабинской диктатуры без пира говорят ведь коллеги как что как только военные успехи показали что франция стала полностью на ноги и ничто не угрожает в периметре происходящих военных событий то террор и ревиспер пали они были больше не нужны так что вот эта тесная связь между внутренней политикой внешне она сохранялась на протяжении всей революционной эпопеи существа но может быть я не знаю главный неглавный такой вопрос наверное самый драматичный может судьба короля вам николай не жалко который значит на голове которого отрубленный покоится получается современное обществу как вы делаете так и есть да это оборотная неприятная сторона революции да это физическая расправа над бывшими символами до бывшего старого порядка конечно этот шаг не вызывает никого симпатии сочувствия сегодня тем более что как мы понимаем король был вовсе не реакционером и на меньшей степени заслуживала нафиг готов был к по мухам но к чему мне кажется и я очень сомневаюсь что если бы он сбежал он имел какое-либо отношение к революции тоже потому что мне кажется что как очень многие правители таких такие кризисные периоды он был человеком довольно слабым и довольно симпатичным то есть если вы это был там какой-нибудь людовик 14 возможно вообще ничего не случилось это мы понимаем что это судьба да такова судьба вот этих больших стран старого порядка то в целом что в критический момент у власти оказываются совсем не те люди все второй раз вы говорите как будто николай второго прямо они похожи потом мы видим они очень масса со схожей судьбой до симпатичные слабые нерешительные погруженные в свою семью потому что собственно людоек тоже был прекрасным семьянином любил детей своих и как потом мария антонет играла большую роль да и жену свою и обожал тоже и жена была тоже не подарок кстати говоря и сыграла большую роль дискредитации монархии то есть это все очень похоже конечно на александру федоровну да и все эти семейные вещи но в но в конечном был свой раз путин вы знаете но наверное на на роль распутина мог могли претендовать разные люди но самым известным скандальным эпизодом который очень сильно повлиял на авторитет уже теряющего власть короля было было его переписка с миробо которая была обнаружена как известно в теории после взятия тюлери штурма и в 92-м году и в железных шкафах значит хранились вот эти тайные секретные переписки в том числе и финансовая документация кто сколько кому заплатил за что вот и речь шла о том что виднейший оратор и политик революции миробо выступал в качестве тайного советника монархиста и это сказать вот такой один из примеров когда двор пытался какие-то вот такие тайные операции проделывать но выступали переписку и с русским двором известно что бы была переписка это сказать с даже с екатериной второй и в конце концов собственно по какому паспорту бежали все кто сел в карету король королева и приближенные по паспорту баронессы корф выписанного на имя русской баронессы проживавших париже то есть это тоже такой аспект немаловажный вот кто выписывал документы известно да любопытно но ваше мнение по поводу того насколько то что о чем говорил николай это ваше отношение самому этому акту гильотины но мы хорошо знаем что это было изобретение достаточно новое в тот момент но я использую сам делал не сама гильотине а в том кто лежал то она был она была при призвана все-таки гуманизировать казнь и сделать ее более демократичной потому что мы понимаем что при старом порядке отсечения головы это казнь привилегированная а все-таки повешение для всех остальных казнь преимущественно до подлых людей вот революция привнесла такое новшество что касается конечно жестокости то и вот собственно говоря масштабов террора то эти вопросы до сих пор дискуссионные самым наверное таким сложным является то что мы иногда забываем ведь казнили людовика 16 и марианта анетту и сестру короля елизавету и многих-многих других совершенно невинных ни в чем не прикасаемых людей которые политики прямо скажем чаще всего не имели никакого отношения или имели на очень отдаленные с точки зрения вот этого массового зрелища конечно ничего такого франция не видела со времен казни дамьена в 1757 года когда никто напал на людовика 15 и был разорван буквально на грехской площади перед ликующей и орущей толпой но это были казни старого порядка а это уже революционной казни нового типа существа уходить старого порядка казни революционная но казнь остается казни и конечно страшно и по тем фильмам я уже там конечно понятно что это мнение стопроцентное воспроизводство да то есть ситуация которая была там тогда но тем не менее я думаю что общее настроение они передают правильно многочисленные фильмы на про французскую революцию но сейчас там французские фильмы наверное да и не только французских вспоминали перед эфиром вайдова да и существо французской революции очень много фильмов но везде везде вот отвлекающий народ вот это страшно какие-то какие-то самые общие какие-то жуткие но мне кажется это как раз отражает вот специфику той рефлексии по поводу революции который сейчас есть при осознании ее значение место в истории тем не менее мы понимаем что мы больше никаким таким образом решать общественные проблемы что оборотной стороной любого революционного потрясения является дикая жестокость совершенно не контролируемого определенный момент мы можем вспомнить гражданскую войну когда это просто вот вырвавшийся зверь такой в человеке и совершенно чудовищные преступления совершались в массовом порядке потом собственно эти чудовищные репрессии но им предшествовало именно обесценивание дегуманизация человека то есть человека можно принести жертву идеалом неким идеалом сейчас мы понимаем что никакие идеалы просто не строит кровь пролитый за них что все это некое политическое балаболство по большому идеалу трансформируется свою противоположность в большинстве случаев я думаю что это просто особенность нашей рефлексии поэтому неизбежно когда мы сегодня смотрим снимаем делаем что-то в рамках поп-культуры посвященной революции мы будем говорить о жестокости революции конечно прежде всего эта особенность нашего восприятия потому что эту жестокость например деятели большевистской революции они ее просто не замечали то есть она их не пугала она их не пугал но они звуках не замечали но они и вам возможно даже не роли от нее копировали копировали насаждали в россии даже вот эти баржи в которых затапливали там я не знаю белых большевики очень позитивно относились французской революции большевики первого призыва скажем так да и действительно набрали пример с нее во многом да но здесь надо исходить конечно из тех текстов которые они читали и и здесь опять мы возвращаемся к пуху к эпохи романтизированного образа революции собственно для французов 19 века это очень такая объективно это их объективно вот литературная реальность скажем так да вот то что они тоже читали где втором году 990 1902 году когда я приехал во францию я попал сразу же на такую общественную дискуссию нет было неожиданно я думал что в россии такие вещи обсуждаются до цитанович была общественная дискуссия по поводу замены гимна что марсельеза слишком там слишком много крови в словах от селеза и главный кто выступил в защиту марсельеза и невозможности пересмотра всех текстов это были коммунисты которые тогда были еще относительно сильны во франции но в конечном итоге все равно в общем-то и общество с ними согласилась что не надо все трогать столько как есть так есть кровь так кровь пусть даже и в гимне очень кровь кровь хоть никого не пугает вот это вот страшно но раз все-таки была дискуссия замене марсельеза наверное за этим что-то стоит да какой-то сдвиг в общественном сознании общество сегодня не готова любой ценой до готова или не готова трудно понять почему тогда смотрите давайте опять актуализируем этот вопрос почему мы замечаем это дает сурга если надо замечать не надо быть сильно наблюдательным то самые большие страхи там той же российской власти это передали возможны ну революции назовите там бунтами они за некими уличными выступлениями да вот это больше всего бояться если боятся значит такая угроза все равно сохраняется но она есть всегда если есть экономическая нестабильность революция не от хорошей жизни случается революционной ситуации скажем так они им предшествует как правило очень сильное обнищание да то есть проблемы с продовольствием мне кажется что сегодня вообще революция там скажем в развитых странах россии безусловно уже достаточно развитая страна практически невозможно если не случится какое потрясающее бедствие все-таки люди которые делали февральскую революцию революцию во франции это люди прежде всего голодные это люди которые реально устали от голода устали от недоедания устали от безденежья налогов и так далее это та степень нищеты в которой сегодня вряд ли разве разве от войны ну и там были проблемы с хлебом в россии не было проблем с хлебом все-таки страна всегда экспортировала и проблемы с хлебом они конечно случались из-за неурожаев но в целом все-таки они были достаточно редки впервые вообще выстрелись очереди то есть это был некий шок но потом люди действительно ну и устали от войны и устали от экономических лет потом десятилетия представить свою очередь но ситуация в нынешней стране мне кажется что особенность просто российского режима это не как некая паранойя по поводу безопасности вообще то есть они страхуются и перестраховываются вот я недавно был в петербурге и с удивлением смотрел на александритский столб там есть один забор с двухголовыми орлами и вокруг него еще второй забор двумя заборами оградили вот не дай бог чтобы кто-то не подсел там на ступени этого александритского столпа мне кажется может случиться только в россии когда монумент отечественной войны двенадцатого года окружают двумя заборами вот наша власть строит заборы сейчас это не значит что в реальности есть что-то угрожает угрожаете и может что-то когда у людей не будут как девяносто первом году вот и помните да это целом дальневосточный больше ничего в магазинах не было на были перебои с сигаретами с водкой с чем угодно и конечно люди вышли но смотрите но у каждой революции все таки есть действительно вывели вы можете назвать можно романтическим периодом до когда как раз экономические всякие вещи не имеет большого значения пусть и я был там некоторое время назад там лет 10 назад на кубе кубинская революция не дала никакого экономического благоденствия народу но я не могу сказать что мы не знаешь может быть это внешние конечно такие проявления проявления или не проявления я не могу сказать что они там выглядели все несчастными да то есть сама сам воздух свобода который сыграл как известно злую шутку профессором да это свободой назвать я не знаю что справедливостью или будет кажущейся справедливость она компенсирует вот эти вот по всякие вещи неприятные или и люди довольны и люди и продолжают на протяжении этом десятилетий считать себя в революции и вот революционеры мне кажется что у кубы там был все-таки такой национально-освободительный элемент да то есть мы хотим создать наше суверенное государство и под батисты но там все-таки было огромное американское влияние просто при определенных акцентах это можно было показать как национально-освободительный но нет народ который меняет общество да он не всегда бенефициаром венесу его почему-то не меняет то есть пытаются поменять но так судя потому что там происходит уже давно пора там все вообще раз нести просто да вместе с я думаю что это произойдет это другое суть и сколько сколько какая терпеть терпеливость у народа вот с одной стороны народ жесток и пытается всех смести значит неугодных а давай снова невероятно терпелив да если посмотреть на механизмы которые мы видим французские революционные то вот эта пружина она была заведена конечно не даже не в 1789-1888 году а где-то 1774-75 году и было это связано как раз тема о чем вы говорили вопрос хлеба вопрос значит голода возможного даже голода потому что то что в этом причине 1770 да да не услышал в 1600 нет 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 все равно это довольно большой временной промежуток потому что правительство при молодом людовике 16 попыталась свободно регулировать рынок хлеба и из этого получилось что неудача этих реформ она привела к мутной войне так называемой и уже тогда складывали все условия для того чтобы вот эти коллективные механизмы и как главное коллективные страхи потому что мы же не забываем о том что начало революции во франции это великий страх великий страх голода и великий страх между разбойничающими шайками которые рыскают по всей франции которых на самом деле не было это коллективные представления которые рождались сию же минуту и произведением страхов да да коллективных страхов это франция счета средневековая по сути дела которая не знала газет ну газеты конечно были но еще не в том виде в каком они будут существовать при революции наполеоне вот это совсем совсем иная ситуация совсем иная страна в которой новости передаются посредством колокольного звона вот так что ста старые времена они конечно уходили очень болезненно кстати раз уж вы сказали о газетах вот такая коммуникационная что не коммуникационная составляющая революции вот французского французская революция вы считаете щетки что все начиналось не с парижа на все начиналось провинции ну социальные механизмы и если мы говорим об элитах собственно вот мы часто сейчас говорим элиты элиты просвещенный или и Франция, которые существовали во всех провинциях, во всех городах, они были примерно очень друг на друга, все эти регионы похожи. И особенно отличались те регионы, в которых существовали Штаты. Потому что там существовали все-таки центры противодействия королю и его реформам. Реформы короля не были отнюдь какими-то суперконсервативными. Это были реформы либо, как мы сейчас сказали, либеральные, либо направленные на просто улучшение положения в стране. Ну, в частности, в налоговой сфере. Но элиты были очень против всех этих реформ. И в связи с этим возникали различные восстания, противодействия. Это касается и Дофинео, уже упомянутого мною, и Биарна. Особенно вот эти регионы, которые были далеко расположены. То есть получается, что революция родилась из восстаний антиреформаторских? Ну, по сути дела, да. А уже если о прессе, то роль прессы, конечно, трудно переоценить. Ну, мы понимаем, что взрыв печати, который произошел в 1689 году, его не было ни в одной стране Европы в то время, и в Соединенных Штатах Америки. Такого представить было просто невозможно. Потому что это был первый пример свободы печати в Королевстве Франции. Которого никогда не было до этого. То есть свобода печати способствует революции? Ну, безусловно, да, революция, почему можно говорить о том, что современный порядок сложился, благодаря французской революции, что она сама была следствием, конечно, роста грамотности, доступности вообще печатного слова. И она была, наверное, идеологизирована в значительно большей степени, чем, скажем, предшествующие народные потрясения. Потому что все-таки, скажем, английская революция во многом религиозная война. То есть это все-таки защита скорее того, что ассоциируется со старым порядком. Ну, пусть это будет протестантизм, но тем не менее. Это старый порядок с точки зрения англичан, которые делали эту революцию. А, конечно, французская революция – это прежде всего реализация идей, которые стали доступны благодаря просто росту грамотности, росту промышленного производства книг, книг вообще любых прошур и так далее. И мне кажется, что это все очень хорошо заметили, потому что, если я не ошибаюсь, даже в России, когда еще Екатерина II не приняла решение бороться с революцией, устраивались выставки этой французской революционной печати, и наша публика петербургская с огромным энтузиазмом изучала брошюры, газеты, вообще какие-то новые формы коммуникации, новый язык, который появился во время революции. У меня тогда еще такой вопрос. С чем они пришли, кроме идей? Идеи замечательной, свобода, равенство, братство. Знаем там о всех внутренних противоречиях между этими лозунгами. Лозунги хорошо, лозунги были восприняты, как Николай сказал, не только во Франции, за пределами Франции, до России дохотились, и все ими восхищались. Но это все лозунги и идеи, да? А некие конкретные реформы. Были ли они предложены, насколько они были успешны? В разной степени были успешны эти реформы, и начинаются они как раз с самых событий 89-го года. Это ликвидация старого порядка или синериальной системы. По сути, делают тех вещей, которые связаны со средневековьем, налогового времени, во многом. Все, что было связано со сохранявшимися традициями старого порядка. Но, как показывают последние исследования, мы знаем, что все было не совсем так. И вот этот режим, иногда его называют феодальный, синериальный, он был настолько дряхлый, настолько непрочен, что во многих провинциях он уже сам по себе отменялся. По факту. Вы имеете в виду старый режим. Конечно. И во многом уже все переходили на какие-то новые формы хозяйствования. Это было связано просто с требованиями времени, с экономическими требованиями времени. Чем занимались революционеры, помимо этого? Помимо этого, им предстояло решать вопрос земельных отношений в стране, чтобы создать новый класс, новую группу собственников на базе конфискованных национальных имуществ, которых было во множестве в то время, в связи с реквидацией имуществ церкви и массовой эмиграцией дворянства. Ну и, конечно, это решение различного рода финансовых вопросов. Финансовых реформ французская революция знала очень много. И здесь можно вспомнить две, наверное. Одно – это установление максимума цен на хлеб, которое оказалось неудачной. Это связано с эпохой Великого террора. Ну и второе – это так называемые ликвидации или кассации, когда государство объявляло себя банкротом, революционное правительство, для того, чтобы решить свои финансовые проблемы. Это мы тоже с этим сталкивались, это мы тоже знаем, что это такое. Так что полный спектр деятельности революционного правительства. Ну и, конечно, мы понимаем, что самый основной вопрос для того, чтобы вся эта система работала, это был вопрос о конституции. И вот конституции оказались крайне недолговечными. И первая – 1791 года, которая просуществовала буквально год после ликвидации монархии, она оказалась ничтожной. И вторая конституция, которая была принята в 1791 году, она была положена под сукно до заключения мира. Так что и Кабинская конституция никогда ни разу ни одного дня не действовала, хотя была довольно радикальной и отвечала многим интересам того времени. Ну и третья конституция, 1795 года, просуществовала дольше 4 года. Но она ушла в прошлое вместе с приходом к власти Наполеона Бонапарта. Так что все эти законодательные эксперименты, которые предпринимались революционерами, они были крайне недолговечными. Ну, если мы Наполеона относим тоже к французской революции, то все-таки, если уж говорить о реформах, то, наверное, кодекс – это все-таки та реформа, которая уже, сколько, уже два века, больше двух веков действующая. Это была эффективная реформа. Но здесь сомнений никаких нет. И надо сказать, что многие сотрудники Наполеона, его помощники и министры, которые с ним работали, и в частности КМБСРС, который работал над Гражданским кодексом и многие другие, это люди революции. Это не люди, которых Наполеон вдруг извлек откуда-то из небытия. Это люди, которые были во многом старше его и опытнее его. Просто с приходом его к власти они получили новые должности и на этих должностях успешно действовали. А вот если говорить о репрессиях революционных, кто от них больше всего пострадал? Какие сословия? Все. Все сословия. Мы сейчас точно можем говорить, что если раньше была все-таки какая-то тенденция говорить о том, что страдали прежде дворянство и духовенство, буржуазия составляла, ну, так называемая буржуазия, и понятно, что это собирательный термин, и он не вполне корректен во многих случаях, но представители третьего сословия, бывшего и различные разночинцы, составляли 40-60% казненных. Если говорить о гильотинированных, если говорить о тех, кто утонул в Луаре во времена проконсула Корье, то там совершенно непонятно, там не велосил посудопроизводство, по сути дела. Это были внесудебные расправы революционные, и даже в российской истории так подобного, наверное, никогда не встречалось. Никогда. А можно ли считать вот такой чертой, неотъемлемой чертой революции, вот тот факт, что, как вы сказали, что, собственно говоря, революция порождает экономическое неблагополучие, да, и так далее, то есть можно ли считать ее чертой, то, что это отрицание, да, всегда, понятно, да, но не всегда позитивная программа, то есть люди что-то отрицают, но не знают, что не что хотят принести взамен. Ну, они знают просто, никто же не знает, как построить будущее, да, все-таки все революции крутятся вокруг идеи нового, да, порядка, отрицающего старого. Ну, то есть очень просто сказать, чего мы не хотим брать в будущее, да, это легко, а каким должно быть будущее, почему революции не всегда успешны, да, то есть они в чем-то успешны, а в чем-то они, вот, как коллега говорил, не удовлетворяют, да, чаянием своих прародителей, да, потому что революция строит то, чего еще не было, да, и в этом смысле, конечно, там, опыт, наверное, кодекса Наполеона, это редкое исключение, в принципе, да, что революция смогла создать нечто долговечное. Что-то позитивное, выдающееся. Позитивное, выдающееся и долговечное, чем пользуются по сей день. Мне кажется, что в большинстве своем революция это скорее такой, конечно, разрушительный импульс, а строительством нового начинают заниматься уже вот те, кого мы условно называем Бонапарты, то есть те, кто ставят точку в процессе. Ну что, мы понемногу завершаем нашу программу. Вы говорили мы довольно подробно о французской революции, не только о ней, скорее, опять же, через французскую революцию о нас сегодняшних, о нас вчерашних, о нас завтрашних. И я думаю, что, опять же, как всегда мы говорим в нашей программе, выводы делать вам, уважаемые наши зрители. Ну а можно только сказать, что давайте строить будущее, главное, только не на крови. Это была программа «Дилетант». До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова